Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео о притяжательных местоимениях. Possessive pronouns. Что такое притяжательные местоимения? Они обычно отвечают на вопрос чей, чьё, чья. И вот так они выглядят в английском языке. My, your, his, her, it's, our, there. После них идут существительные. My book, your book, his book. Ну, либо такие. My painting, your painting, his painting, her painting. My dog, your dog, his dog, her dog. И так далее. Вот давайте попробуем сделать какое-то предложение с ними. Я сделала такое. His dog is smart. Его собака умная. His dog. Вот притяжательные местоимения. Вот после него существительные. Всё достаточно просто. Но есть ещё одна форма местоимений, которая называется абсолютная форма притяжательных местоимений. В чём разница? Посмотрите, как выглядят такие местоимения. Mine, yours, his, hers, it's, ours, theirs. То есть она чуть-чуть, иногда чуть-чуть отличается по правописанию, по произношению от обычной формы притяжательных местоимений. Но в чём разница? Когда использовать вот это, когда это? А вот дело в том, что после абсолютной формы никаких существительных быть не должно. Никогда. Вот такой пример, например. The dog is mine. Эта собака моя. И после моя ничего не стоит. Ничего. То есть чаще всего эти притяжательные местоимения в абсолютной форме используются в составе составного именного сказуемого. is mine. Вот оно, это составное именное сказуемое. Всё, после него ничего не идёт. Но давайте же скорее делать упражнение. В данном упражнении нужно подчеркнуть правильное слово. То есть выбрать. Есть выбор. Вот здесь, здесь, здесь. Есть выбор. Надо выбрать правильно. Я здесь поставлю табличку, чтобы вы тоже могли на неё немножко ориентироваться. Буду делать паузы, чтобы вы тоже могли сделать свой выбор. Итак. Is this notebook your или yours? Мы видим, что после местоимения ничего не идёт. И это значит, это какая форма? Абсолютная. Вот она, yours. Yours – абсолютная форма. Выбираем yours. Прекрасно. Дальше. Hers или her birthday is in May. Hers – это абсолютная форма. Her – это простая форма. Вот она. Her и hers. Что мы выбираем? Если после неё идёт birthday. Простую, конечно. Her. Дальше упражнение. Пример. These bikes are there или theirs. После местоимения ничего не идёт. Это значит, какая форма? Простая или абсолютная? Абсолютная. There's. Абсолютно верно. Молодцы. Спасибо. Я думаю, тема понятна. Она не сложная. Всех благ. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok.